Такие заросли ужасные. Сколько их срубят, они через два года опять заросли. Бесконечное вырубание. Непролазные заросли, фундаменты разрушенных зданий, неосвещенная пешеходная дорожка. Такой еще недавно была территория за школой номер 28. Этот участок долгое время находился в частных руках, но не использовался владельцам. Поэтому в кустах подростки разводили костры, пососедству от них распивали спиртное социальные граждане. Я проживаю в этом доме, и мои окна как раз выходят на эту площадку. Начинается наше утро, шла я собак с разговора. Просто ужас был створился. Я очень благодарна, что у нас сейчас будет здесь. А будет на этой территории красивый и уютный сквер. Привести в порядок заброшенный пустырь просили активные жители 9-го микрорайона. И поэтому он был внесен в программу «Комфортная городская среда». Было большое масштабное голосование в этом году. Эта территория вошла в тот список общественных территорий, который подразумевал благоустройство на следующий год. Но вот благодаря достигнутым соглашениям между компанией «ФусАгро», между городом, администрацией, этот сквер уже основной этап начал реализацию уже в этом году. Это на самом деле здорово. Именно жители принимали очень активное участие как в голосовании, так и в обсуждении этого проекта. Подготовленный проект на 99%, наверное, это собранный из пожеланий тех людей, которые проживают на ближайшей территории. Сквер должен быть выполнен в школьной тематике. Это было главное условие, которое поставили жители перед архитекторами. А подсказала идею бывший педагог, а ныне старшая по дому Людмила Плахина. Она давно хотела, чтобы у выпускников самой большой школы Балаковского района было место для памятных фотографий. И проектом она осталась довольна. Сейчас на территории будущего сквера ведутся подготовительные работы. В этом году планируют выполнить замощение, а в следующем установить так называемые малые архитектурные формы. То, что мы видели, вот эти школьные инсталляции, конечно, нам очень все понравилось. Это будет стильно, это будет даже так вот по-молодежному. А это все нравится не только молодым, но и мы с удовольствием погуляем по новым дорожкам школьного сквера. Соглашение между компанией Фосагра и администрацией Балаковского района было подписано в начале июля, но работы на общественных территориях уже закипели. Школьный сквер, городской пляж в первом микрорайоне. Совсем скоро работы начнутся на набережной 50 лет в ЛКСМ, мысе Ерошкино, в скверах и парках в разных частях города. Всего в рамках соглашения Фосагра дополнительно выделила 170 миллионов рублей, которые направят на благоустройство 11 общественных территорий в Балакове.